Арбузный сезон еще не наступил, однако на рынке уже толпа желающих приобрести сочную ягоду. Так как же правильно выбрать арбуз, когда все самое ценное и вкусное скрыто под толстой коркой? Сегодня нам помогут в этом продавцы. Сочные арбузы прекрасно утоляют жажду в жаркий летний день. Вот и Ольга Соколовская частенько заходит в обеденные перерывы во фруктовую лавку, чтобы побаловать себя чем-то вкусным и полезным. Признается, что при выборе арбуза практически всегда полагается на слух и советы продавцов. Ну, как они привезли, я сразу же покупаю. Потому что я очень люблю арбуз, но арбузы очень хорошие, сладкие. Есть много способов проверить арбуз на спелость. Как говорят торговцы, у каждого покупателя свой подход. Без внимания не остается ни сантиметра ягоды, хвостик, пятна, полоски, трещинки. Покупатели присматриваются ко всему. Не стоит забывать про излюбленный, давно всем известный метод – определять спелость по звуку. Слишком звонкий звук говорит о том, что плод еще не дозрел, и употреблять его в пищу пока рановато. Переспевший арбуз звучит глухо, а если звук гулкий, то спело ягоде пора на стол. Вот, например, как барабан, это значит хрустящий арбуз. Еще один способ выбрать самый сладкий плод – так называемый гендерный. В ботанике разделения арбузов на женские и мужские плоды не существует. Принадлежность ягоды к мальчикам или девочкам условна и придумана наблюдательными любителями полосатых ягод. Они подметили внешне отличительные черты, которые проявляются у ягоды в период опыления цветоносов. Самые сладкие, по отзывам покупателей, это арбузы девочки. А вот по количеству плодов лидируют арбузы мальчики. Вот, например, вот этот арбуз. Арбузика. Сейчас я вам попозьму. Вот этот, если чуть широко будет, это арбузика. В Самарской области из-за погодных условий выращивать арбузы нелегко. Поэтому большая часть бахчевых, которые сейчас есть на прилавках, привозят к нам из Астрахани или Казахстана. По рассказам продавцов, покупатели отдают предпочтение в большей степени казахстанским арбузам. Говорят, как будто вот сейчас в Киргизии пойдут арбузы, они будут очень сладкие. Так, сейчас мы берем Казахстан. Арбузы помогают побороть жажду и восстановить водный баланс. Они содержат в себе много питательных веществ и витамины. Основными составляющими являются витамин С, витамины группы В, фолиевая кислота. Среди микроэлементов – калий, магний и натрий. А также в плодах содержится определенное количество природного антиоксиданта, который помогает сохранять молодость и здоровье. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.